Поход в музей, посещение фотовыставки, концерт духового оркестра и много подарков. Вчера Иловайск принимал у себя воспитанников Амросиевской школы-интерната номер 4. Администрация города и волонтеры подготовили для ребят насыщенную познавательно-развлекательную программу в рамках проекта «Чужих детей не бывает». Познавательная программа для воспитанников Амросиевской школы-интерната началась с экскурсии по музею истории Иловайска. Здесь ребята были впервые, и рассказ о культуре и быте наших предков вызвал у них большой интерес. Мы очень гордимся коллекцией патефонов, а также граммофоном 1906 года. Также ребятам хотелось бы представить уникальную коллекцию утюгов, которая еще существует у нас с 19 века. показать им фото-выставку 2014 года «Разрушенный Иловайск». Заинтересовала ребят и фото-выставка в городской библиотеке. Это был следующий пункт программы. Название экспозиции «Эхо войны и память сердца». Состоит она из двух частей. Первая рассказывает о Балавайске в период оккупации. Это фотографии из немецких архивов, сделанные 76 лет назад. Второй раздел посвящен событиям августа 2014 года. Кстати, экспозиция не так давно была представлена на республиканском конкурсе, после чего Иловайская библиотека получила звание «Лучшая библиотека года». В холле школы искусств гостей встречал духовой оркестр. Юные музыканты не слишком уверенно, но очень старательно исполнили для ребят из Амвросиевки несколько номеров. Основная концертная программа, которую организаторы решили совместить с празднованием Международного дня добровольцев, ждала мальчишек и девчонок в актовом зале. Помимо праздничных таких для вас мероприятий посещения музея, библиотеки и нашей школы искусств, которую вы запомните надолго, я еще хочу сказать, что сегодня день волонтеров всемирный. Это добрые люди, которые смогли объединиться против больших бед и невзгод, которые помогают всем, всем, кому только могут. И в честь этого дня и в присутствии у вас, наших дорогих гостей, я хочу выразить огромную благодарность. Волонтеры же свой праздник по традиции отметили чередой новых добрых дел. После церемонии награждения грамотами за их добровольный труд, люди с большими и добрыми сердцами вручили детворе из интерната сладкие подарки.